приветствую вас на канале школы программирования iSchool сегодня мы с вами разберем очень интересный вопрос от одного из наших зрителей и так студент что он делает он сделал приложение достаточно простое в нем буквально один view контроллер и в нем по нажатию на кнопку мы вызываем alert view сейчас давайте я его запущу и объясню задачу так запускается приложение ok значит при нажатии на кнопку у нас вылетает alert и нужно в зависимости от нажатия на клавишу да или нет поменять значение в поле в текстовом казалось бы простое действие но нюанс здесь какой функция которая отвечает у нас за вызов alert view она у нас это инкапсулирована в отдельный блок то есть она у нас вызывается не в контроллере потому что если это она бы была в контроллере нет ничего проще как по нажатию установить текстовое поле но задача здесь в следующем веке у нас есть некая функция которая как раз и отвечает за вывод этого alert view и по результатам ее отработки вот студент это так видеть да что она у нас должна возвращать какое-то значение мы соответственно выставляем в контроллере значение для текстового поля ну в чем здесь проблема сразу сразу хочу сказать проблема здесь следующем до что вот данная функция результат у нас возвращает сразу то есть мы проходим весь код вызываем контроллер и тут же возвращаем результат и больше мы сюда не возвращаемся даже когда нажимаем на кнопки то есть после нажатия на кнопку переменная result у нас принимает значение true и все то есть сюда мы в любом случае уже не попадаем поэтому вот это решение с возвращаемым значением для данной ситуации она нам не подходит ну или не совсем подходит если кстати у вас есть идеи как реализовать данную задачу вот таким образом то велкам в комментариях пишите рассмотрим варианты я бы это сделал используя так называемые блоки что я имею ввиду я вот сюда в контроллеров передал бы блок давайте для начала передадим блок который у нас ничего не принимает ничего не возвращает просто блок кода и по традиции мы его назовем как комп лишь он хэрблер вот таким образом сейчас у нас будет ошибка в параметры не совпадают в нашем view контроллере видите да он просит еще нам сюда он просит комп лишь он хэндлер давайте нил ему отдадим дальше теперь продолжаем допиливать нашу функцию значит теперь смотрите когда теперь мы делаем выбор какой-то мы вызываем наш блок кода вот таким образом комп лишь он хэндлер здесь комп лишь он хендер хендер здесь так проверяем все работает теперь давайте посмотрим как у нас view контроллер изменится сразу хочу сказать да что конструкция их нам уже не нужно значит и а и вообще вот так я сделал сделаю вот он у нас контур windows сэлт комп лишь он хэндлер бац о смотрите блок кода прилетает и вот здесь мы уже можем выполнять какие-то действия так кто уже догадался пусть ставьте видео на паузу и допиливайте самостоятельно кто нет смотрим дальше результаты он он юж так запускаем дать посмотрим что у нас будет нажимаем бац хэллоу то есть теперь мы научились отрабатывать нажатие на кнопку теперь нам нужно разобраться на какую кнопку мы нажали мы усложняем нашу функцию таким образом мы отправляем сюда в наш блок кода булевую переменную значит если мы нажали надо вот в данном случае мы отправляем сюда true если мы нажали на нет мы отправляем сюда фоллс и здесь соответственно функцию нужно переписать в комплексе махэндлер из давайте так true они давать лучше резалт так и назовем раз у нас с резалтом мы работали значит и теперь если резал тогда наш текст фильм пишем выбрали окей если нет выбрали не окей так значит теперь поскольку у нас тут отдельные блоки то обязательно нужно использоваться еще один нюанс поскольку мы изменяем интерфейс то это нужно делать в основном потоки диспатч q достаточно частая ошибка у новичков моим асинг вот таким образом так ну давайте проверять запускаем и проверяем до выбрали окей нет выбрали не окей я бы еще допилим вот так ожидаем выбора логично значит дальше как это нам уже не нужно не знаю для чего вот это и и ну пусть будет пока не понимаю задумки автора ладно теперь нам не нужно чтобы она что-то возвращала и резалт здесь как таковой нам уже не нужен вот таким образом так давайте посмотрим все наш алерт 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 да наш алерт исчез выпускаем сейчас вообще все будет по красоте нажимаем push ожидаем выбора выбрали не окей ожидаем выбора выбрали окей вот таким образом используя блоки соответственно да можно сколь угодно сложные конструкции вот в данном случае строить можно писать я даже свое время для приложения писал универсальную функцию с аллер там то есть которая отправляется два блока кода кстати вот тоже поэкспериментируйте хорошего на домашнее задание два блока кода первый будет выполняться при нажатии на клавишу окей второе будет выполняться при нажатии на клавишу cancel или еще более универсальную функцию сделайте в которой можно отправить несколько например блоков кода то есть ну там до 5 это дело до 6 вот в зависимости от того сколько блоков кода вы отправили столько кнопок соответственно и появится и каждый блок кода будет вызываться при нажатии на соответствующую клавишу вот поэкспериментируйте с этим окей на сегодня все если у вас есть кита остались вопросы то в комментариях если у вас какие-то свои идеи на тему как это все реализовать то собственно тоже в комментарии ну и в описании видео ссылка на курсы добро пожаловать там и увидимся